Это другая модель наших мультимедийных кафедр. Она предназначена также для установки в учебной аудитории. Как правило, она используется в аудиториях меньшего размера. Она похожа по функциям на старшую модель TechBook Interactive, но несколько упрощена и значительно более доступна. Внутри корпуса кафедры также встроен компьютер. Компьютер встроен таким образом, чтобы доступ к нему был ограничен. Поэтому все органы управления вынесены на корпус кафедры. Если преподаватель записывает свою лекцию на флешку, здесь расположен разъем USB для использования флешкарт. Если его лекция записана на CD или DVD диске, здесь есть внешний привык для дисков. Если он приходит со своим ноутбуком, он подключается к лотке с клавиатурой. Есть специальная кнопка, которая предназначена для переключения видеосигнала между сигналом встроенного компьютера и сигналом мастеров. Монитор в кафедре TechBook Interactive также интерактивный. На нем также на компьютере установлена специальная программа для аннотирования интерактивной ручкой поверх экрана. Вот эта панель представляет из себя программу для аннотирования. С помощью специальной ручки преподаватель также может комментировать свои лекции, также может включить белый экран и писать здесь все, что угодно. Свои лекции, что-то обвать, почеркивать и так далее. Это также может быть записано и воспроизведено впоследствии. Если надо будет прочитать аналогичную лекцию, он просто будет воспроизводить свои предыдущие записи и комментировать их в микрофон. Повторно писать ему ничего не нужно будет. Также на передней панели кафедры расположены две ручки регулировки громкости. Одна из них предназначена для регулировки громкости с встроенного компьютера. Вторая — это громкость с микрофона. Таким образом преподаватель может настроить нужный баланс между своим голосом и фоновым звучанием. Самая главная особенность кафедры TechPod Presenter заключается в том, что с помощью гидравлического лифта она может быть подстроена под рост преподавателя. Здесь находится кнопка, с помощью которой кафедра может подниматься или опускаться. Благодаря этой функции с ней может работать как преподаватель высокого роста, так и человек небольшого роста или даже сидя, что очень удобно для тех учебных заведений, в которые преподаватели пожилого возраста и предпочитают работать. Продолжение следует... Продолжение следует...